Бал в русских костюмах И это было необычное событие, потому что этого бала никто не ждал. Сама история возникновения этого торжества курьезна и соткана из множества случайностей. Свидетели рассказывают, что идея про проведение патриотического бала в русском платье возникла в январе 1903 года, когда уже распорядок бального сезона был составлен и когда уже невозможно было к утвержденному распорядку добавить тот или иной бал. Началось все в Зимнем дворце за завтраком с гостями, на котором присутствовал император и императрица. Для таких завтраков используются темы и патриотические, и тактично-дипломатичные. Кто же будет говорить за завтраком о чем-то неприятном? Но тем не менее, за этим завтраком Павел Жуковский, историк искусства, один из директоров Совета Русского музея, позволил себе сказать, что Петр Первый – враг России. Он отменил русские обычаи, а столько в них было всего хорошего. Запад западом, стремление к цивилизации – это тоже хорошо, но где же русскость, где же наша национальная идентичность? Для чего Петр Первый переодел Россию в чуждое немецкое и французское платье? Ему возразил барон Фредерикс. Он говорит, ну если бы Петр Первый не сменил костюм, если бы мы ходили, как и прежде, в кафтанах и сарафанах, мы же были бы смешны для всего мира. Мы вызывали бы смех точно так же, как китайцы в своих костюмах, которые не вписываются в европейское общество. Вот с этой, может быть, несерьезной, может быть, шуточной дискуссией возникла идея проведения бала. Потому что тут же патриоты начали горячо защищать красоту русского костюма, красоту боярских одежд и всю роскошь, которую мы знаем по историческим источникам. И вот тут-то императрица Александра Федоровна произнесла роковую фразу. Свидетели записали, императрица пожелала видеть те самые старинные русские наряды, о которых шла речь. Ей тут же напомнили о том торжестве, о том маскарадном, о том костюмированном бале, который прошел 20 лет назад, в 83-м году, в Владимирском дворце. И императрица сказала, давайте повторим этот бал. Очень трудно сейчас представить, что себе имела на уме императрица Александра Федоровна. Как подготовить эти костюмы всего лишь за один неполный месяц. Может быть, действительно, дармштадтская принцесса искренне верила, что у любого русского дворянина старинные костюмы предков до Петровской эпохи просто лежат до нужды, до времени в их гардеробнах. Публика была в шоке. Директор Эрмитажа Иван Севоложский, который потом сыграет решительную роль для проведения этого балла 1903 года, отмечает, публика крайне недовольна. Лишних денег ни у кого нет. Ведь настоящий русский костюм стоит немыслимых средств. Сколько стоят бархаты, сколько стоят парча, сколько стоят настоящие меха, этот бал провести невозможно. Портные и модистки двух столиц сбились с ног. Все стремились попасть на этот бал, готовили себе костюмы, и этот бал состоялся. Это была роскошь, равной которой не было ни раньше, ни после. Какой ценой давался этот бал? В частности, тот же самый Иван Севоложский помог подготовить костюмы для царственной четы. Вся эстетика бала обращалась к векам до Петровской Руси, к 17 веку, ко времени Алексея Михайловича. И этот выбор абсолютно не случайный. Есть ли для императора Александра Второго главным кумиром и образцом для подражания, главным идеалом русского политика был Петр Великий, реформатор, открывающий двери российского пути навстречу Европе? То для Николая Второго и его времени золотой и идеальной считалась эпоха Алексея Михайловича. Ну, как-то непатриотично было бы искать корни для построения идеального русского будущего в эпохе Петра Первого. Он, конечно, великий реформатор, но что в нем русское? Другое дело Алексея Михайловича. Во времена Николая Второго складывается и практически становится официальным с одной стороны исторический миф, а с другой стороны историческая правда об эпохе Алексея Михайловича. Говорят, что все реформы, которые сумел совершить и продвинуть Петр Великий, они все были подготовлены и продуманы Алексеем Михайловичем. С одной стороны, самый русский из царей, патриархальный, глубоко религиозный, великолепный дипломат, который избегал резких движений и всегда дожидался, что ситуация решит себя сама. При этом это самый просвещенный из старых русских правителей, имевший библиотеку на нескольких европейских языках, у которого в его дворце в Коломенском была собственная обсерватория, обладатель первых роботов в российской истории, потому что подход к его трону в Коломенском дворце охраняли механические фигуры львов, которые рыкали и вращали глазами, немало поражая современников. Просвещеннейший царь, первый из российских монархов, который носил очки. Время Алексея Михайловича, настолько направленное в будущее и при этом сохраняющие такие милые сердцу черты патриархальной старины, были назначены временем золотого века русской истории, русским ренессансом. И именно в это время Николай II возвращает все аристократическое общество на знаменитом костюмированном балу 1903 года. Костюмы для императора и императрицы Иван Всеволожский курировал лично. Николаю II был подготовлен так называемый «малый наряд». Подлинные костюмы, восстановленные по портретам Алексея Михайловича, сшили его в мастерских императорских театров. По эскизам художника Пономарева несколько портных работали и создали практически историческую копию царского наряда. Фирма Сапожниковых, официальный поставщик императорского дома, фабриканты текстиля, мастера, которые делали самую лучшую порчу для церковных облачений и для царских мантик коронации, успели за месяц соткать три ткани специально для царского наряда, копии подлинной парчи XVII века и узорного бархата сохранившихся образцов. Шапку, отороченную настоящим соболем мехом, сделала шляпное ателье братьев Бруно. Мы знаем все про этот костюм, но самое удивительное, что в этом костюме было множество абсолютно подлинных исторических деталей. Например, нарукавья, вышитые жемчугом и золотом поручи на костюме, были взяты из оружейной палаты. Это были подлинные поручи Федора Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича. А кроме того, около 30 предметов драгоценностей специально по просьбе Николая II было отобрано в оружейной палате. Этим занялся великий князь Сергей Александрович, дядя императора, генерал-губернатор Москвы, и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Они лично отобрали в оружейной палате пуговицы, застежки, запаны и привезли их в Петербург. Все эти детали из XVII века с настоящими драгоценными камнями, с индийскими рубинами и изумрудами были нашиты на костюм. Но и этого показалось мало. На груди Николая II была панагия, подвеска, которую носил царь Алексей Михайлович. А в руках императора был подлинный золотой жезл, принадлежавший его предшественнику и предку. Вот такое преображение в другую эпоху. Не просто историческая реконструкция, не просто косплей, а искреннее желание на несколько вечеров стать своим любимым правителем. Царем Алексеем Михайловичем Тишайшим, которому подражал Николай II, в честь которого он назвал своего наследника царевича Алексея. Не менее тщательно был подготовлен и костюм царицы. Костюм царицы был сделан прототипом. Его стали изображения супруги Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны. И этот костюм тоже был сделан в мастерских императорских театрах. И этот костюм сохранился. Но только костюм царицы Александры Федоровны находится в Эрмитаже, и он выглядит совсем не так, как в 1903 году. С него спороты все подлинные украшения. Для того, чтобы украсить костюм Александры Федоровны, было использовано множество настоящих крупных изумрудов, бриллиантов, взявтых из фонда коронных драгоценностей, которые после того, как бал завершился, были сняты с костюма и вернулись в сокровищницу. А вот у костюма Николая II судьба совершенно другая. С него решили не снимать подлинные украшения. И в том виде, в каком он представал на трех вечерах 1903 года, на Масленицу в феврале 1903 года, в этом виде костюм был отправлен в оружейную палату. Мы можем его увидеть в Московской оружейной палате. И хранители оружейной палаты говорят, что это удивительный экспонат, самый поздний по хронологии, который вошел в сокровищницу оружейной палаты. Мы можем увидеть подлинные детали XVII века и творения костюмеров, художников, которые создали вот эту историческую старину для самого восхитительного костюмированного бала, который часто называют последним балом Романовых. Бал 1903 года не был последним. Он не был даже последним балом в Зимнем дворце. Он просто остался таким торжеством, равных которому не было. Считалось, что еще грандиозней будет бал в честь 300-летия дома Романовых в XIII году. Но эпоха поменялась, за окнами грезила революция, война стояла на пороге, было уже не до балов, и про эту традицию костюмированного торжества, возвращающего нас в другие эпохи, к сожалению, забыли. Только мы с завистью смотрим на фотографии альбомов бала 1903 года и разгадываем их загадки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова